И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было видеороликов, связанных с какими-то новыми интересными устройствами. Кажется, уже мы все устройства с вами пообозревали, все посмотрели, рассказали, какие нагибают, какие не нагибают, какие лучше использовать. Но сегодня, спустя какое-то определенное количество времени, я собрался с мыслью, что стоит записать один интересный ролик, рассказать про одно суперское устройство на смоку. Возможно, кто-то уже знает об этом устройстве, но чаще всего оно сейчас используется именно в турнирных боях, в тех же септапах, которые мы сейчас играем. Но мало данное устройство используется именно-таки на полях матчмейкинга, ББПшек и тому прочему. Поэтому сегодня я хотел бы показать одно интереснейшее устройство на смоку, которое называется именно-таки Крио-снаряды. Это смока с заморозкой, которая вместо своих критов морозит танки. И сегодня я бы хотел сыграть одну каточку в матчмейкинге. И, конечно, это должен быть просто захват флага. Поиграть от обороны, показать, насколько круто нагибает данная смока. И, конечно же, вам посоветовать его приобрести и приобрести данное устройство. Почему его вообще, в принципе, стоит приобрести. Конечно же, попытаюсь поиграть от дефа. Поэтому давайте пикаться уже в каточку и надеемся, что будет какая-то не совсем большая, огромнейшая карта. И мне удастся занять какую-то определенную позицию от обороны. И за счет данной смоки спокойнейшим образом защищать свой флаг и приносить вообще много пользы своей команде. Конечно, это смока с заморозкой ужасно бесит просто противника, который не имеет резиста от фреза. К слову, это единственный противоход, который может быть данному устройству. Потому что, по сути, оно не наносит, конечно, сверх какого-то большого урона. Но как пушка, которая работает, как сдерживающая именно такие единицы для своей команды, Как вот сейчас вы видите, да, парень быстро двигался в зону увоза нашего флага. Но очень быстро, за счет своей смоки, я смог вот так вот просто даже вот васпика заморозить. И он уже ничего не может сделать. Он будет медленно потом уже отходить от этой заморозки. Пока он отойдет от своей заморозки, я начну накидывать еще смоку. Еще раз я его буду морозить. И это очень интересное устройство, которое, как по мне, вообще очень сильно недооценено. Многие ребята вообще не используют его. Но мне хотелось бы сделать такой вот обзорчик. Потому что я не видел ни одного достойного обзора на данное устройство. Поэтому посмотрим, что у нас получится сделать именно таки в данном бою. Сейчас я уже пару таких вот интересных моментов сделал. Пару хороших заморозочек у меня получилось исполнить. Сейчас вот здесь вот парень попытается увести флаг. Отличнейшим образом мы его, конечно же, замораживаем. Пока он будет отходить от заморозки, здесь его уже шафт разбирает. Пока моя смока отлично справляется со своими задачами. А вот сейчас парень чуть было не увозил флаг. Хорошо, что у меня имеется ко всему этому еще устройство. О, вернее, не устройство, а именно таки дрон-бустер, с которым я смогу в любой момент нанести большое количество урона. Ну и пока, если честно, не так много противников едет на нашу базу. Тем самым мне дает немножко пространства, и я могу спокойнейшим образом один-два танка сдержать. Сейчас я вижу, что по правому флангу два противника будут атаковать. Надо бы, мне бы их, конечно же, принять. Но я так понял, что они даже у нас не доедут до нашего флага. Сейчас вот здесь вот мы попытаемся остановить. Наверное, вот этого викинга-фреза, да, я бы его остановил. Но у него даже здоровья не хватило. Здесь тоже мы здесь разбираемся. И еще один момент, который бы хотелось бы сказать по данному устройству, это то, что за счет своего овердрайва, если на вашу базу едет большое количество танков противника, вот сейчас я не знаю, сколько там едет по левому флангу, но вот, например, так, да, два танка едет у нас, вы прожимаете быстренько свой овердрайвик, накидываете большое количество урона по противнику, тем самым с вашим уроном вылетают смоки с заморозкой. Вы при всем этом моменте, помимо того, как наносите большое количество урона, вы успеваете еще при всем этом замораживать противника. То есть, сморозя противника, вы убираете очень много плохих движений со стороны именно-таки противоположной команды, и вы за счет этого также выигрываете время для своих тиммейтов, которые уже смогут подъехать. И если что, если вдруг каким-то магическим образом вы не добьете противника, то они подъедут и вам помогут. Пока счет 0-0, не сказал бы, что у нас в команде есть какие-то ребята, которые пытаются увести флаг, но пока у меня удается сдерживать свою оборону, я справляюсь со своими задачами. При всем этом раскладе хотелось бы, конечно же, сказать то, что от смоки не берут большое количество резистов, тем самым дают спокойно играть на данной пушке, спокойно приносить большое количество полезных движений для своей именно-таки команды. И при всем этом раскладе я могу с уверенностью сказать, что это, наверное, одно из самых бесячих устройств в игре. Я сужу это именно-таки по боям, которые у нас проходят в турнирах, по сетапам. Это просто жесть. Вы заходите в атаку, вы просто влетаете, вы думаете, сейчас я просто залетаю и увожу флажочек. Вот как, например, сейчас парень данный думает, но у меня почему-то не получилось его заморозить, а вот сейчас он морозится, да, и он думает, ладно, сейчас я быстренько-быстренько уйду, увезу данный флажочек, а он уже хоп и тормознулся. Но у него сейчас, конечно, получилось увести, потому что мне не хватило нанести большое количество урона, но если бы в данной ситуации мне бы просто подъехали и помогли мои тиммейты, то спокойнейшим образом за счет данной смоки я смог бы заморозить парочку танков и тем самым просто спокойнейшим образом выиграл бы еще бы большое количество времени и, условно говоря, тот же шафт, который помогал мне в предыдущих ситуациях, он бы мог мне так же самому бы помочь и мы спокойнейшим бы образом отдефили данный флаг. Я не вижу особого смысла ехать куда-то в атаку, потому что смока данная именно-таки нужна для дефа, да, может быть, в каких-то ситуациях ее можно поиспользовать в атаке, то есть, условно говоря, вы быстро залетаете к противнику на флаг, так, морозите его и увозите флажочек. Но, так как я в данном бою и вообще в рассказе по данному устройству хотел показать ее в стиле оборонительном, то есть, ну, вы вообще, в принципе, редко видите, наверное, когда я играю какие-то бои в оборонительном плане, поэтому хотел бы сегодня именно-таки так скатать. Вот сейчас вы видели, как два противника пытались увезти наш флажочек, но за счет моего овердрайва двух отличнейших заморозок у меня удалось спокойнейшим образом отдефить данный флажочек. И, конечно же, это крутейшее устройство. Я более чем уверен, что многие ребята вообще, в принципе, не знают о нем, поэтому если у вас имеются лишние кристаллы, а у вас они 100% имеются, вы можете спокойнейшим образом приобрести данное устройство и почувствовать, насколько кайфово можно просто унижать противника тупо за счет одной смоки, одного устройства, которое, ну, оно не наносит большое количество урона, оно просто дизморалит противника за счет того, что может в любой момент заморозить. И когда ты захочешь увезти флаг, просто за счет заморозки ты не сможешь это сделать. И на любом расстоянии работает данная смока, будь там, я не знаю, какая-нибудь фарма, и вы будете стоять у себя на респе, а противник будет пытаться увезти флаг, вы просто спокойнейшим образом сможете его заморозить, выиграть огромное количество времени для своей команды, они уже успеют подъехать и помочь вам вернуть данный флажочек. За счет этих движений можно отлично использовать данную пушку не только в дефе, как я уже сказал, можно ее использовать и в атаке. Если вы будете правильно распределять свои силы, вы, условно говоря, подбираете флаг, видите, танк, который будет ехать за вами, и вы просто спокойнейшим образом морозите его. Вот сейчас должна быть смока с заморозкой, да. Все верно, все верно, все верно, так и получилось. Рикошет, конечно, попытался бы сейчас бы увезти флаг, но у него уже и нету ни времени, ни возможности это сделать, даже бы при той заморозке, если было бы там, условно говоря, 20 секунд, он бы не смог этого сделать. К сожалению, мы данный боечек проиграли, потому что, условно говоря, я один не могу никак выиграть каточку, но даже при всем этом раскладе у меня получилось занять первое место, заработать 6 звезд, заработать 300 опыта. На данной смоке без увоза никаких флагов, а просто четко играя от дефа. Поэтому, ребят, что бы я мог еще добавить, это одно из самых бесячих устройств, которое меня сильно, ужасно сильно раздражает, когда я играю против него. Но когда я играю сам на этой смоке, вы просто не представляете, насколько много и вообще круто получается на ней отыгрывать, сколько положительных эмоций получается получить, именно таки играя на данной смоке. Поэтому приобретайте, нагибайте, и не тратьте свои нервы на матчмейкинг, потому что в последнее время у меня просто ужасно сгорает в данных битвах, и я уже, честно говоря, потихонечку смотрю в ВВП. Спасибо всем за просмотр данного видеоролика. Не забывайте прожимать палец вверх, подписываться на канал. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.